МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Ситуация с топливом в Жизказгане улучшается, доложили чиновники. Причиной дефицита и увеличения цен стали ремонтные работы на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. С 1 октября в Караганде официально начинается отопительный сезон. Коммунальщики обещают обеспечить отоплением весь город до 10 октября. Об этом услугодатели заявили на пресс-конференции. Каждый житель Карагандинской области может обратиться к предпринимателям за помощью. В региональной палате предпринимателей реализуют социальный благодарительный проект. Обо всем более подробно. Акиму Карагандинской области Ерлану Кушанову доложили о том, как решается вопрос нехватки топлива в регионах. Напомним, что в результате ремонтных работ на двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводах возник дефицит ГСМ. На прошлой неделе стало известно о том, что жители Жасказгана вынуждены были несколько часов простаивать, чтобы купить 20 литров бензина. Именно столько в одни руки продавали заправщики. Сегодня ситуация улучшилась, заявляют чиновники. На аппаратном совещании Акиму Карагандинской области было доложено, что в Жасказгане создан запас топлива. Дефицит вызван ремонтами на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах. На сегодняшний день Атараусский НПЗ вышел из ремонта. Поставки еще до нас не дошли. Ожидаем на этой неделе. 20-го он ремонт завершил. При этом Павлодарский стал на ремонт. Поэтому дефицит топлива будет сохраняться. Но на сегодняшний день у нас лимитирование остается только по казвенной газовой неделе. Все остальные сети безлимитно отпускают основные поставщики. Казвенный газ, Велиус, Газпром. Отмечается также увеличение розничных цен на топливо в среднем на 2,6%. Связано это с тем, что на рынке увеличилась доля российского ГСМ. За ситуацию с топливом ответ держал директор регионального филиала компании «Казмунайгаз» Канат Акебеков. Акимобласти Ерлан Кушанов поручил первым делом ликвидировать дефицит бензина в регионах. На аппаратном совещании также обсудили ход работ по реконструкции автодороги Караганда-Тимиртау. Строители намерены до конца года завершить бетонные работы на обеих сторонах дороги. Для этих целей в работу включены два бетоноукладчика. Второй уже собрали? Второй собрали. Завтра стартуем бетоном южнокорейской фирмы со стороны. Останы стартуют навстречу. А с этой стороны вторая полоса. Планируем в четверг стартануть бетон. В среднем мы в день 500 метров вложим бетона шириной 13 метров. За 10 дней мы проходим 5 километров. Всего нам вложить надо 11 километров бетона. В течение 20 дней мы планируем принимать все меры. По опыту прошлого года, Ирлан Джаханш, последний бетон в прошлом году мы упадывали 22 октября. Средний ремонт дорог по всем направлениям практически завершен. Остался один участок по направлению к Жасказгану. Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов дал поручение тщательно следить за всеми работами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 1 октября официально начинается отопительный сезон. Большая часть Караганды с этого дня начнет получать тепло. Однако до сих пор в некоторых местах ведутся ремонтные работы. В целом коммунальщики обещают до 10 октября обеспечить отоплением весь город. Караганда готова к отопительному сезону. Такое заявление сделали участники специальной пресс-конференции. Более 98% многоэтажных жилых домов готово принять тепло. Бюджетные объекты готовы полностью. Подача тепла начнется с сортировки. Далее Майкудук, Юго-Восток, а следом и остальные районы Караганды. Однако проводимые сегодня работы по реконструкции магистральных сетей на проспекте строителей и в Пришахтинске наводят карагандинцев на мысль, что 1 октября тепло в их дом не придет. Генеральный директор компании «Теплотранзит Караганда» заявил, что на этих объектах работы уже завершаются. Согласно заверениям подрядчиков, 1 октября они обещают нам сдать эту сеть. Соответственно, в течение суток будем заполнять систему и подавать уже по кварталам. То есть сразу после того, как они нам сдадут, естественно, мы не можем подключить. Вы сами понимаете, что это сложная система, которая необходима время. Поэтому день-два, я думаю, займет. На пресс-конференции также заявили, что к работе в отопительный сезон готовы теплостанции и сети. В нынешнем году проведены многомиллиардные ремонты. Одним из источников финансирования стал республиканский бюджет, выделивший деньги в рамках программы «Норлужол». Конечно, эти по программе, но выделенные средства в отопительном бюджете, они подлежат возврату через наше коммунальное предприятие. На годной основе был выделен заемщиками, является наше коммунальное предприятие «Теплотранзит Караганда» и «Караганда-СУ». Компания «Энергоцентр» и компания «Караганда-Жарек» в основном производят ремонтные работы и реализуют свои инвест-программы за счет собственных средств только лишь. Не обошли также тему тарифов. Представитель компании, занимающейся сбором денег с населения, заявил, что тариф на тепловую энергию утвержден на долгосрочный период. Однако он может и поменяться в сторону увеличения. У всех троих субъектов уже произведенных тарифов на период с 2016 до 2020 года, соответственно, он уже не должен являться. В рамках этого периода возможны изменения в случае каких-то чрезвычайных мер. Это законно допускается. Тот же рост железнодорожного составляющего, угля, ну, если она резко расставлена, то есть возможность выйти. В целом участники пресс-конференции позитивно смотрят на предстоящий отопительный сезон. Услугодатели обещают до 10 октября обеспечить отоплением весь город. Гульнур Жакен, Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Каждый житель Карагандинской области может обратиться в палату предпринимателей по различным проблемам. Специальный рейстр проблем представлен на региональном совете палаты. Акция является прямой реализацией программной статьи президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Инициативу, направленную на развитие культуры, благотворительности и социальной ответственности, рассмотрели за круглым столом. Его участниками стали бизнесмены региона. Представленный рейстр позволит казахстанцам, нуждающимся в помощи и поддержке, оставить заявку на сайте. На эту заявку смогут откликнуться предприниматели. По сути, в Национальной палате предпринимателей решили централизировать благотворительность. Палата Атамикен со своей стороны намерена контролировать исполнение. На встрече было отмечено, что основная доля проблем приходится на сельскую местность. Призыв к активному участию был в основном направлен на городских предпринимателей. И вот городским ребятам хочется сказать, что повернитесь к селу. Повернитесь к селу. Да, там гораздо есть работа тяжело. Организовывая там предприятия, они организовали там рабочие места. Люди за счет этого живут. Просьба повернуться в социальной сфере именно кого-то. Участники отметили, что многие сельские предприниматели уже сегодня участвуют в решении проблем села. К примеру, ремонтируют дороги, организуют общественный транспорт, возводят культовые сооружения. Однако таких бизнесменов мало, а проблем на селе много. Ну, мы мониторили, обзванивали всех предпринимателей, кто чем, значит, помогал для своего села, для своей улицы. Много предпринимателей откликнулось на это. Даже обзванивали тех предпринимателей, которые находятся сегодня за границей. Есть этот реестр. Акция является прямой реализацией программной статьи президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». Она направлена на системное развитие культуры, благотворительности и социальной ответственности. Гульнур Жакен, Бигзат Аликайдаров, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С 20 сентября на дорогах Караганды после модернизации заработали 24 скоростемера. Как сообщает Управление административной полиции, модернизация подразумевала установку новой системы «Мираж», а также инфракрасных фонарей. В двух местах Караганды, на перекрестке проспекта Бухаржирау, улица Олимпийская и перекрестке улица Приканальный, микрорайон «Орбита», система «Мираж» фиксирует проезд на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. В остальных местах системы будут фиксировать только нарушение скоростного режима. Также скоростемеры имеют функцию автоматической системы контроля транспортного потока. Всего определено 24 места, где уже работают модернизированные видеофиксаторы. Доводим до вашего сведения, что с 20 сентября текущего года введены в эксплуатацию 24 системы «Мираж», которые установлены на территории города Караганды. Данные системы фиксируют превышение скоростного режима на прямолинейных участках. В местах установки данных систем на перекрестках, помним о превышении скорости, они фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора. В связи с чем, просим вас быть бдительными и соблюдать правила дорожного движения. Управление административной полиции также напоминает о своевременной выплате административных штрафов. К злостным неплательщикам может быть применен административный арест сроком до пяти суток. Стоит добавить, что согласно законодательству, если административное правонарушение зафиксировано скорости мерам, сокращенное производство, иначе говоря, 50-процентная скидка не применяется. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Казахстане стартовала кампания по свободному прикреплению населения к поликлиникам. Сделать это можно до 15 ноября. Обновленные списки пациентов заработают 1 января следующего года. Сегодня сменить медицинское учреждение можно двумя способами. Первый – лично явиться в выбранную амбулаторию всего с одним документом – удостоверением личности. В регистратуре необходимо заполнить заявление в свободной форме. Данные вносятся в электронную базу. Можно выбрать второй путь – виртуальный. На сайте электронного правительства есть вкладка «Прикрепление к медицинской организации». Далее пройти регистрацию и заполнить заявку. Каждый гражданин Республики Казахстана имеет право один раз в год прикрепиться к поликлинике. И желательно, чтобы эта поликлиника была расположена близко к работе или к месту жительства. В случае, если проживание находится далеко от поликлиники, тогда этому человеку будут оговариваться с этим человеком, что обслуживание, то есть оказание медицинской помощи на дому будет ограничено из-за дальности расположения. Стоит отметить, что с этого года прикрепиться к поликлинике могут и иностранцы. Раньше лица без гражданства получали помощь только в экстренных случаях. Сейчас они, как и граждане Казахстана, имеют право на бесплатные медицинские услуги. Обновленные списки пациентов заработают с 1 января следующего года. Компания по прикреплению к медицинским учреждениям в Казахстане продлится до 15 ноября. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Научная общественность Караганды обсуждает переход казахского алфавита на латиницу. Ученые единодушны во мнении, что необходимо внедрять латинский алфавит. Вот только разрабатывать его должны специалисты, заявили участники встречи. В своих выступлениях лекторы отметили, что реформа казахского языка обусловлена историческими предпосылками. Ее главной целью является повышение глобальной конкурентноспособности Казахстана. Переход на латинскую графику позволит не только модернизировать казахский язык, но и раскрыть все его бесценное богатство, накопленное веками. Ректор Института языка и перевода Лингва, доктор филологических наук Нурсулу Букетова, также высказалась за деграфов в казахской письменности. Многие не понимают, что это язык... Вот смотрите, ребенок, когда говорит, он говорит... То есть уже язык, поднимаясь к мягкому небу, соприкасается, и происходит смычка. И вот это, я считаю, что надо оставить в форме НГ, то есть в форме деграфа. И многие такие моменты есть, которые нужно обсудить чисто специалистам. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы здесь не работало никакое лобби. Как считают участники семинара, переход на латинскую графику – продолжительный процесс. Предстоит начать подготовку кадров для преподавания языка на новом алфавите и разработку учебников. Большая работа предстоит и в направлении ускоренной модернизации и вхождения в мировое научно-образовательное, технологическое и коммуникационное пространство. Это требует усилий каждого специалиста в любой области знания. Все это создает благоприятные условия для массового владения английским языком, а также позволит Казахстану успешно интегрироваться в мировое информационное сообщество. Улучшение имиджа государственного служащего обсуждался в Караганде за круглым столом. Организаторы представили специальный проект, направленный на повышение профессионального уровня госслужащих. Журналисты как главные имиджмейкеры отечественных чиновников. К такому заключению пришли организаторы специального круглого стола, посвященного формированию имиджевой стратегии в государственных органах. Иначе говоря, в формировании мнения о чиновниках у населения напрямую участвуют средства массовой информации. Имидж государственных служащих и имидж государственных органов, он формируется посредством средств массовой информации в основном. Вся их работа отслеживается и в социальных сетях, и в печатных, электронных средствах массовой информации, на телевидении. И, конечно же, определенное мнение складывается у людей, у общественных организаций. И в связи с этим мы провели некоторые исследования, мы провели анкетирование, опросы среди экспертов по данному вопросу. Результаты исследования таковы. Прошедшее пятилетие в целом понизили оптимизм карагандинцев. Уверенность в завтрашнем дне испытывают 45% жителей. Против 59% в 2012 году. Вместе с тем, за прошедшие пять лет значительно снизилось влияние печатных изданий. Большую часть информации жители областного центра получают из интернета. Не секрет, что в обществе, которое живет сегодня в виртуальной реальности, в цифровом сообществе, подача информации нуждается в обновлении. И в корпус государственных служащих за последние пять лет пришли так называемые представители поколения «Игрек». Те люди, которые уже даже не на «ты» с новой техникой и с диджитал-материалами, диджитал-технологиями, а просто для них это является частью жизни. За круглым столом обсудили в том числе проблемы подачи информации государственными органами. Результатом всего проекта стали рекомендации, которые должны помочь государственным служащим сформировать новый современный имидж. Остается надеяться, что уже в скором времени в государственных органах останется меньше некомпетентных и косноязычных чиновников. Андрей Тенжасулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Бессмертная поэзия Касыма Аманжолова. В седьмой раз областная универсальная научная библиотека имени Гоголя при поддержке Управления культуры провела Аманжоловские чтения. Несмотря на ненастную погоду, на площади звучали стихотворные произведения поэта на разных языках. Яркий блеск у молнии взять я изловчился, У луны и солнца смеху научился, Гордость взял у горья, Нежность у лазурьи. Освободолюбье у косматой бури, Гневом и тщалью я обязан тучам, А вот лицемерью вовсе не обучен. Стихи Касыма Аманжолова звучали на площади перед его памятником на разных языках. Татарский, немецкий, русский, хеченский, казахский. В очередной раз было доказано, что поэзия объединяет людей и зажигает сердца. С каждым годом количество любителей поэзии, желающих принять участие в аманжоловских тщениях, увеличивается. В этом году мероприятие проходило в формате конкурса. Пробу пера представили для оценки жюри более 70 молодых литераторов от 14 до 21 года. В мероприятии в качестве членов жюри принимают участие знаменитые наши карагандинские поэты, писатели. Также у нас на наше мероприятие приехал главный редактор литературного портала «Олд Кейзет» Акберен Ельгизек. В двух номинациях проходили литературные соревнования. Собственные сочинения, посвященные казахскому поэту, и написания эссе. Ограничений не было. В конкурсе могли принимать участие все желающие. На площади перед собравшимся исполнялись песни на стихи Касыма Аманжолова и, конечно, звучали стихи конкурсантов, посвященные великому казахскому поэту. Площадь перед памятником Касыму Аманжолова была заполнена учащейся молодежью. Именно к ним и обращался поэт в своих стихах. В каждой номинации было три победителя. Они получили грамоты, ценные подарки и денежные сертификаты. А гран-при присудили Бауржану Ерман, студенту третьего курса Карагандинского государственного университета имени Букетова. Я давно участвую в подобных конкурсах. Аманжолов – великий человек. О таких людях надо чаще вспоминать. Молодежь должна знать своих поэтов и литераторов. Для меня было очень увлекательно участвовать в таком конкурсе. Площадь перед памятником Касыму Аманжолову долго не пустела. Все интересовались выставкой публикации поэта, обменивались мнениями. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Волгстар. Субтитры подогнал «Симон»